Ну что ж, я надеюсь, что Тей сделал паузу после первой части нашего урока. После создания игры Кот Рыболов подготовил фаны сцены, добавил спрайтов, сделал костюмы для спрайта кота. И наступило время реализации скриптов. В этой части мы этим и займемся. Для начала коротко рассмотрим то, что в скриптах должно выполняться. Это такие схемы алгоритмов своеобразные, не совсем алгоритмы, а какие-то описания, концепции алгоритмов. И напомню, что это наш третий пункт описания сценария игры или ответ на вопрос как. Итак, скрипты. Для фона у нас должна происходить смена фонов на первом уровне. В общем-то мы это уже сделали, а переход на второй уровень мы реализуем немного позже, потому что нам необходимо собрать баллы для того, чтобы переходить к следующему уровню. Поэтому займемся сейчас скриптами кота. Итак, для спрайта код нам необходимо сначала реализовать его движение. И это будет реализовано следующим образом. Если кнопка мыши нажата, то плыть в точку с координатами х0, у равно координате у положения мыши, но в течение какого-то времени. Это команда плыть, если ты помнишь. Иначе плыть в точку х0, у0, то есть в середину сцены. Дальше, если код будет касаться наших рыб, фиш 1 или фиш 2, то сказать ням-ням, а переменные баллы и рыбы увеличить на 1. И, наконец, если код будет касаться нашей подводной морской звезды, то сказать простите, а баллы уменьшить на 1. И здесь еще такая дополнительная проверка в случае, если стало баллов меньше нуля, приравнять переменную к нулю, чтобы не было отрицательное значение. Ну, так быстро достаточно и сжато мы рассмотрели основные моменты алгоритмов скриптов. Начнем реализацию. Переходим к нашему проекту. И начинаем писать код в скрипт для кота. У нас здесь есть только смена костюмов. Мы просто делали для теста. Ну, и чтобы ничего не забыть, мы можем подсматривать иногда пример нашего проекта. Ну, а если примера под рукой нет, ты проектируешь свою собственную игру, то именно поэтому я тебе показываю, как описывать сценарий. Потому что все удержать в голове и на раз не очень хорошо удается. И здесь я вижу, что когда мы в первой части урока заготавливали, проектировали все основные элементы, то мы не создали переменные баллы, звезды и рыбы. Давай сейчас сразу это сделаем, чтобы не забыть. Так, у нас будет переменные баллы. Звезды. Точнее, лучше сначала рыбу, чтобы не переставлять. Они по порядку будут отображаться. И звезды. Вот так. Если не хочешь, чтобы они отображались, то можно оставить только баллы. Мне показалось, что вполне нормально так смотрится. И мы видим, что в начале, когда мы щелкнем по флажку, у нас задаются начальные значения этих переменных. А еще задается начальное положение спрайта код в середине сцены. Х0, Y0. И мы поворачиваем направление 90, чтобы он смотрел слева направо. Всегда. Давай это сделаем. Итак, перейти в X0, Y0, повернуть в направлении 90 и задать начальное значение переменных. Баллы, рыбы, звезды. Все нулевые значения. Ну а теперь приступим к реализации движения нашего кота-рыболова. Ну, во-первых, смену костюмов мы сделали, но здесь 1 секунда это многовато. А 0,3 вполне хорошо. Это можно оставить. И дальше мы говорили, что если мы должны проверять, если левая кнопка мыши нажата, то код плывет вслед за мышью по вертикали. И для этого у нас существует команда, точнее блок, который по существу является булевым выражением, возвращающим истину или ложь. В том случае, если мышка нажата, то истина, а если нет, то ложь. И понятно, что нам нужен блок если, но в алгоритме у нас было написано если то иначе, значит мы берем блок если то иначе. Итак, если мышка нажата, можно сразу вставить сюда, потому что это должно всегда происходить, пока мы играем. Если нажата, то плыть. Команда у нас плыть. В точку мы сказали, x должно быть 0, то есть по горизонтали код никуда у нас не смещается, а по вертикали должен следовать за координатой мышки. И это тоже мы должны найти, точнее можем найти в группе команд сенсора. Почему? Потому что скретч получает извне данные положения координаты мышки по x и по y. Нам нужна мышка по y, поэтому сюда мы вставляем мышку по y. Ну а если не нажата, то в качестве альтернативы по сценарию, за счет этого получается такое сложное движение подводное, мы будем возвращать, как будто он держится на воде, будем возвращать кота в точку 0,0, в середину сцены. Ну давай проверим. Итак, тут у нас все идет, он лапами гребет. У меня не очень быстро это как-то происходит, по всей видимости еще немножко интернет тормозит или компьютер. Но сейчас я нажму левую кнопочку мыши и вот кот потихонечку начинает след за мышью перемещаться. Причем то количество секунд, которое здесь указано, одну секунду или больше, будет давать нам возможность сделать это движение более плавным, медленным или менее плавным. Давай посмотрим, какое у нас здесь. Здесь у нас полсекунды, чтобы быстрее кот добирался до своей добычи. Давай так поставим, 0,5 секунд. Еще раз запустим. И в принципе мы не обязаны держать мышку вот прямо около кота, мы можем в любом месте щелкать, держать левую кнопку мыши. И вот он так перемещается. Чем дольше мы держим указатель мыши на одном месте, тем быстрее он перемещается, потому что он старается попасть именно в координаты мыши. Вот он ее догоняет. Сделали. Отлично. Следующее, что нам нужно сделать, нужно сделать проверку касания коту рыб. Ну, пока они у нас размещены достаточно странно, но вот когда он сюда сместится, в принципе мы можем рыб вот так вот разместить. Для теста можно их уменьшить, потом мы заставим их двигаться. Ну, а сейчас мы их просто специально словим. Итак, мы будем проверять, если он касается первой рыбы или второй рыбы, то мы будем увеличивать количество словленных рыб на единицу. И, соответственно, увеличивать количество баллов. Мы можем это сделать прямо здесь. И, в отличие от того, как это написано в данном проекте, мы попробуем даже применить булевое выражение или. И еще, если ты работаешь, внимательно смотришь код, скрипты образца проекта, то ты наверняка уже обратил внимание на то, что здесь на самом деле проверка касания кота и рыбы происходит в скриптах рыб. Вот здесь. Ну, мы пока сделаем все в скрипте кота и потом посмотрим, насколько это получилось эффективно. Итак, ставим «если». Возьмем сразу «или». «Касается фиш 1» или «касается фиш 2». Тогда мы что делаем? Мы изменяем количество баллов на 1 и количество рыб на 1. Ну что, проверим. Так, поехали. Что-то не сработало. И я пока не знаю, что. Да, конечно, все работает. Просто я забыла, что надо, чтобы рыбы пропадали и ждала, когда они спрячутся. На самом деле, баллы и рыбы-то считаются. Вот я несколько раз уже протестировала. Так, проверяем, двигаемся. Вот у нас баллы считаются. Здесь тоже баллы считаются. Но они считаются много, потому что мы много раз касаемся. Но эта проблема будет очень быстро преодолена, потому что рыбы-то плывут. Что еще здесь я заметила? Заметила, что получается так, что кот у нас как бы под рыбами, а надо, чтобы он был над рыбами. И вспомним, что когда мы рассматривали координаты, работали с спрайтами, мы также делали перемещение по слоям. Это касается внешнего вида. Перейти в верхний слой. Вот видишь, я тоже вспоминаю, в какой группе команды это находится. И начинаю анализировать, что это относится к внешнему виду, к тому, как спрайт выглядит. Соответственно, вот мы можем поставить его в верхний слой. И, наверное, мы это сделаем прямо в цикле, потому что может так оказаться, что это надо делать именно так. Ну, проверим. Вот, действительно, код сверху. Ну, и здесь тоже все замечательно. Так, отлично. Это мы сделали. И конструкция или логическая, или у нас тоже хорошо себя зарекомендовала. Все работает. Еще что должен сделать кот? Он еще должен сказать ням-ням. Мы будем использовать говорить ням-ням. Вот, мы это сделали. Дальше аналогично мы должны проверить касание котом-звезды. Ну, давай точно так же поставим его в сферу деятельности, так, чтобы мы могли коснуться для теста. И добавим в конструкцию «Если то». И если он касается Starfish, то мы увеличиваем количество звезд, а количество баллов мы уменьшаем. То есть мы должны написать «Изменить баллы на минус один». Вычесть один. Ну, и если ты придумал другое количество очков, допустим, при съедании рыб прибавляешь 10, а при сталкивании звезд почитаешь 1, то все хорошо. Но на всякий случай внутри этой конструкции ветвления мы сделаем еще одну проверку. Если вдруг баллы стали равными, точнее, меньшими нуля, может так оказалось вдруг по неизвестным причинам настолько звезды сталкивали, ни одной рыбы не словили. Но чтобы не было обидно, мы количество баллов не туда упало, сделаем равным нулю, чтобы не было отрицательного числа. И вот ты видишь, что у нас уже внутри конструкции «Если» появилась вторая конструкция «Если». Таких включений и вложений может быть достаточно много. Но еще, когда код касается звезды, нам нужно, чтобы он сказал «Простите». Так и напишем. «Простите». Ну вот, пожалуй, для кота скриптов достаточно. Переходим к скриптам «Рыб». Если мы посмотрим пример, на основе которого мы создаем свой проект, то в скриптах «Рыб» у нас, в принципе, похожие реализованы вещи, за небольшим исключением, с которыми мы разберемся постепенно. Но здесь самое главное – это перемещение наших объектов с правого края к левому краю сцены. И еще здесь закодировано касание не только края, но и еще касание кота. Мы реализовали касание кота уже здесь. Поэтому, в отличие от того, как сделано в данном примере, здесь передается сообщение «Рыба» и это сообщение «Кот» спрайт «Кота» получает и обрабатывает, мы сделаем наоборот. Наш спрайт «Кота» будет передавать это сообщение при касании «Рыбы», а «Рыбы» будут его получать. Но сначала, еще раз повторю, нам нужно сделать, что нужно реализовать движение наших рыб. Итак, первое, что мы должны сделать. Подсмотрим. Первое, нам нужно спрятаться, потому что сначала не видно никаких рыб. Подождать, посмотрим насчет этого ждать. А потом задача «Начальное положение», причем вот как оно интересно задается. И установить размер. Размер 25%. Подсмотрели, мы так и сделаем. Ну и еще здесь, если посмотреть свойства наших спрайтов, то здесь указан стиль вращения прямо в свойстве и повернуто направление в минус 90 градусов. В принципе, так можно сделать в самих свойствах, а можно написать программно. Но так как эти свойства у нас в проекте не меняются в течение всей игры, мы можем действительно использовать эти настройки. Итак, нам нужно сделать влево-вправо и повернуть направление минус 90. Здесь достаточно сложно попасть в минус 90, если даже будет другое значение, не страшно, потому что влево-вправо это всегда в эту сторону. Для одной рыбы так сделаем, и для второй. Вот здесь у меня получилось. Итак, они повернули. Теперь нам нужно сделать, что здесь мы уже начали, давай с этой поработаем. Когда щелкнуть по флажку и нам нужно перейти, ну, во-первых, они сначала прячутся, ну, давай спрятаться и перейти в положение, в крайнее положение, да, как там это крайнее положение задается. Ну, в принципе, можно вот так, да, по иксу. Вот 255, это край сцены. Мы помним, что у нас максимальное значение 240, но поскольку есть центр спрайта, то может быть немножко большее значение. Можно, чтобы совсем он не вылезал, сделать там 270, к примеру, значение побольше. а у задается загадочным образом. Написано выдать случайное число. Причем здесь немножечко ошибка, потому что от минус 200 до 240. По вертикали мы помним, что у нас от минус 180 до плюс 180, поэтому в этом диапазоне мы как раз таки будем задавать это значение. А случайное число по цвету блока мы понимаем, что это группа команд операторы. Значит, выбираем операторы, выбираем выдать случайное число от минус 180 до 180. То есть это будет значение y, случайное число в этом диапазоне по вертикали. Вот, если мы сейчас это сделаем, только уберем команду спрятаться, то мы будем, если будем выполнять, то увидим, что наша рыба то в одном месте, то в другом месте. Вот так вот. Ну и кот вслед за мышкой прыгал, так что это не страшно. Дальше. Нам надо, чтобы наша рыба перемещалась по экрану, по сцене. Поэтому в цикле всегда мы используем команду идти. И чтобы это не было очень быстро, возьмем, допустим, зададим идти три шагов. Ну давай проверим. Вот. Плывет. И уплывает, и уплывает. Вот она уплыла. А нам нужно что? Нам нужно, чтобы она уплыла, а потом опять появилась. Может так оказаться, что для этого нужен другой спрайт. Но мы уже подсмотрели пример и знаем, что спрайтов нам больше не надо. Значит, мы можем использовать программирование и проверять касание спрайта края сцены. И если края сцены рыба коснется, то она должна спрятаться, а через некоторое время показаться с другого края. Давай так и сделаем. Итак, если касается... И здесь у нас есть край. Мы это еще не использовали в наших примерах. То сначала она должна спрятаться, а через какое-то время, ну давай через секунду, она должна показаться вот здесь. А здесь как ей появиться? А очень просто. Мы можем использовать уже команду, которую мы взяли, перейти в x, y. И тоже со случайным значением. То есть просто я ее взяла и продублировала. И как только она здесь показалась, точнее перешла в эти координаты, и, конечно, спрайт должен показаться, иначе он не начнет движение, мы его не увидим. Но давай проверим. Это лишнее уберем пока. Так, поехали. Тоже не все получается. Мы видим, что-то мигает. Почему так происходит? Потому что на самом деле у нас действительно рыба касается края, значит здесь с координатой 270 мы перестарались. И нужно сделать не 270, а, допустим, вот в том примере, я помню, 204. Ну давай так и сделаем. Это для того, чтобы края рыбы не касалась. Вот все, она оторвалась от края, поплыла. Смотрим. И вот опять тоже. Как будто бы выплывает новая рыба. По-моему, здорово получилось. Что мы еще забыли? Мы забыли установить размер. Вначале размер, я помню, 25% ставим. Ну и потом, чтобы было интереснее, мы можем, вот когда рыба переходит на новые координаты, мы можем тоже устанавливать размер с случайным числом. Ну и для того, чтобы было все-таки ее видно, ну, например, от 15% до... Вот 55, в принципе, нормально, больше не надо, иначе она будет больше пота, а это уже слишком. Даже 55, наверное, многовато. Мы оставим 50. Ну-ка, давай проверим. Вот она маленькая, плывет, 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 очень быстро плывет, может быть и хорошо. Вот она опять почему-то маленькая. Это нормально, потому что число случайное. Вот она чуть-чуть побольше. И, в принципе, кажется, что это плывут разные рыбы. Я не буду писать скрипт для второй рыбы, потому что, во-первых, его можно продублировать, но тоже торопиться не надо. Ты это сможешь делать самостоятельно. Сделать нужно еще что? Еще нужно обработать касание звезды. И самое главное, что сделать, если кот касается рыбы, то рыба должна пропасть, потому что он фактически ее съел. Давай так и сделаем. Значит, когда кот касается рыбы, сделаем это вот здесь, мы должны передать сообщение о том, что он рыбу съел. Так и напишем рыба. Теперь, если рыба получает это сообщение, то можно быстро сделать, спрятаться. Давай проверим. Все, съели, ням-ням. Сейчас опять ай-яй, не успела. Получилось. Я перетащила просто рыбу поближе. Здесь, простите, и мы застряли. Но это ты, еще раз повторю, сделаешь позже. Вот рыба пропадает. Но пропадает она каким-то странным образом и двигается. И я не обратила внимания, как считаются баллы. Давай сначала начнем. Так, управлять сложно. Не страшно. Сейчас разберемся. Так, вот. Ням-ням. Один, нормально. Один балл. Хорошо. Все получилось. Так, но плохо то, что она быстро пропадает. А хотелось бы, чтобы это было как-то постепенно. Чтобы это происходило постепенно, мы можем сделать цикл и не прятаться, а сделаем изменение графического эффекта, который называется призрак. И вот на изменение значения этого графического графического эффекта, рыба будет постепенно исчезать. Чтобы разобраться с этим графическим эффектом, мы можем подсмотреть. Здесь вот мы изменяем на 5, поменьше шаг. И в самом начале мы устанавливаем значение этого эффекта в 0. То есть, когда значение эффекта призрак 0, тогда спрайт виден на сцене. Когда это значение увеличивается, тогда постепенно тает, пропадает. Но мы пока оставим шаг сделаем не 25, к примеру, а 10. И вначале сделаем установить эффект призрак в 0. И здесь тоже нам нужно призрак в 0 устанавливать, потому что если поплывет новая рыба, то она должна быть видна. давай проверим. Так, там было неудобно. Вот, она так постепенно пропала, да, как будто растаяла, пока он ее ням-ням-л. Вот, раз, и пропала. По-моему, получилось очень хорошо, но достаточно быстро. Можно действительно вспомнить, что там у нас 20 итераций в цикле и меняется значение на 5. Тогда поплавнее будет пропадать. не попала я, не словила рыбу. Плохой игрок. Рыбка маленькая, ну, вот она раз и пропала. В общем-то, неплохо. Так, ну, и, наверное, я тебе дам задание посмотреть, как обрабатывается касание, как вообще появляется звезда очень похожим образом, но когда звезда касается кота или кот звезды, еще анимируется, она не пропадает, она как бы падает вниз. Посмотри, где она появляется, на каком месте, ну, в принципе, очень похоже на то, как реализованы рыбы. А на этом я эту часть урока, наверное, завершу. Единственное, что я не сделала, это переход на следующий уровень, у нас же фанов 4 и уровень 2 у нас должен быть. для того, чтобы это сделать, мы можем прямо здесь в скрипте сцены поставить проверку. Если количество баллов стало больше 5 или 6, ну, ты можешь задать любое другое число, я поставлю, например, 2 для теста, чтобы мы могли сейчас проверить, конечно, число должно быть больше, то тогда мы должны сменить фон на уровень 2. Давай проверим. Словить 2 рыбы надо нам. Раз, 1 съели, баллов у нас 1 и 2. Баллов 2, да, третью, потому что больше 2. Третью съели и что-то ничего не произошло. Почему? Потому что нужно еще передать сообщение. На самом деле правильнее передать сообщение и сцена сама словит это сообщение. Нам же не надо уже в принципе вот эту смену делать. Либо остановить скрипт. Ну, в данном случае, если дальше не будет никакой анимации и будет только эта сцена, то можно этот скрипт остановить. Если у нас будут другие еще локации, новые фоны, то тогда нужно будет передать сообщение. Ну, давай лучше передадим сообщение. Уровень 2. И вот когда сцена получит сообщение уровень 2, тогда и сменится фон. Ну, давай здесь поставим не больше двух, а больше одного. Пусть у нас словится две рыбы для теста. еще раз повторю. Так, одну рыбу съели. И я и вторую рыбу ослаблю. Нет, не успела. Застряли. Вот вторая рыба. Застряли. Под водой все сложно. Баллы видел, было минус один. Так, что-то у меня не происходит ничего. А не происходит, потому что этот скрипт все равно нужно остановить. Нам не нужно менять вот эти фоны. поэтому нам нужно еще выбрать управление. Стоп. Этот скрипт. Вот теперь все должно работать. Так. Не получилось словить рыбу. Звезда мешает. Нужно ее сместить. Так, ням-ням. Одну рыбку съели. Ну, еще одну. Вот там мигнула. Вот съели вторую. Вот мы на втором уровне. Все прекрасно. Все получилось. Там наверняка ты заметил, рыба появилась, тут вот мигнула, она была на краю. Вот это тот случай, который требует подправить. Вот здесь случайное значение не от минус 180 до 180, а наверное немножко меньше. Внизу вообще можно даже минус 150 например сделать, а вверху плюс 170 к примеру. подправить. Ну это такие детали, которые выясняются уже в процессе тестирования в зависимости от размеров наших спрайтов. И я думаю, что дальше ты справишься совсем замечательно самостоятельно. я желаю тебе успехов и надеюсь на новые встречи в новых уроках.